И еще раз здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Доброе утро» и я, ведущая, Анна Гончаренко. Как же популяризировать народные языки? Конечно же, через игру, причем не только для детей. Всем этим и занимается команда творческих людей из Кычагу. Подробнее обо всем нам расскажет Мурат Токов. Мурат, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и пришли к нам. Мурат, первое, что хочется спросить, если честно, я пока смутно понимаю, что у вас за игры. Поэтому первый вопрос будет чисто для меня. Вы расскажите в целом о ваших играх, сколько их и в чем суть каждой из них. Мы в основном занимаемся настольными играми. Сейчас у нас две игры. Это игра на стое нардского эпоса и карачаево-балкарского фольклора «Нартьяда». Ее обычная версия и расширенная версия на 25 человек. Суть в чем? Игра основана на всем известной игре «Мафия». Только с другими персонажами и чуть с другими правилами. Также мы сейчас готовим довольно большой список игр. Это «Монополия» на карачаевском и про КЧР. Мы готовим игру для детей с ОВЗ. Также мы готовим игру для детей, которая поможет развивать язык. То есть там надо доставать карточки с буквами и говорить слова на эти буквы. Также с огромной радостью хочу сказать, что мой близкий друг Ибрагим Айбазов недавно выиграл проект «Нарты. Битва за Эльбрус». Также в котором я участвую. Это большая 3D-игра настольная. Над ней тоже работаем. И вот буквально недавно я вошел в команду разработчиков компьютерной игры. Тоже на основе «Нарской выпасы». Так, то есть еще будет плюс к настольным компьютерная игра? Да. Так, хорошо. Мурат, ну вы много всего перечислили. Давайте подведем итог. Сколько у вас игр уже готовых? Уже готовых 2. И вот буквально в течение месяца мы выпускаем третью. Третью. Так, хорошо. В разработке еще сколько находится? В разработке лично под моим руководством еще 3 игры. А еще сторонние проекты, в которых я принимаю участие, еще 2. Так, итого 6 плюс сторонние проекты. 8. Это еще, да, плюс 2, 8. Компьютерная игра, посчитали ее? Да. Да, посчитали, все, прекрасно. В общем, получаются у вас такие тематические игры, да, играя в которые, человек знакомится с какой-либо историей. Например, нардского эпоса, да, истории Карачаева-Черкесии и так далее. Да, все наши игры на двух языках, на русском и на Карачаево-Балкарском, полностью дублированные. И я надеюсь, что в будущем мы также сможем выпустить игры на других языках народов Качер и дальше развивать и развивать и на всех языках народов Кавказа. Ну да, было бы очень интересно, действительно, любой, каждый, да, нашел бы себе дело, так сказать, по вкусу, по душе. Расскажите, Мурат, а кто вообще является автором этой идеи? Как вы вообще пришли к этому проекту? Мы пришли к идее игр совершенно случайно. Как-то сидели в компании, разговаривали о играх, о развитии языка и так далее. И кто-то, не помню кто, сказал такую идею, было бы классно делать игры. И эта идея забылась, и буквально там через время, сидя дома, я такой думаю, а почему бы нет? Запомнили, да? Собрал людей. Ну, сначала это была идея, какую игру именно можно делать. Собрал людей из, опять же, того КЧГУ. Это Мадина Джаттоева, Мадина Малсугенова и Руслан Кайчуев. И постепенно, постепенно, постепенно мы продумывали игру. А скажите, это студенты или преподаватели, чем они занимаются? Почему именно их выбрали? Это студенты. Студенты. Мадина Малсугенова – это поэт, она выпускает книги для детей. Мадина Джаттоева – художник, который сейчас работает в своей сфере. И Руслан Кайчуев – это дизайнер. И так получилось, что все талантливые люди собрались в одном месте, и я их всех знал. И постепенно мы развивали эту игру и дошли до того, что был релиз. А какую игру? За что вы взялись изначально? Самая первая – это была Нартьяда. Это была Нартьяда. Мы посчитали, что это проще всего сделать ее. И оказалось, что да, проще всего именно сделать ее. Потом мы начали делать Монополию, и так получилось, что наших сил не хватило. И уже полтора года мы ее разрабатываем. Да вы что, казалось бы, да, просто игра Настольная Монополия. Оказывается, полтора года, и то вы еще не успели. Мы каждый месяц выпускаем прототип, сами стараемся в нее играть. Если сами не играем, отдаем кому-то. Они нам пишут обратную связь, мы ее меняем. И так уже полтора года. Думаю, в сентябре-октябре полный релиз будет. Вот, и был релиз, и через время нам начали писать люди, которые приобретали игру, что мало-мало персонажей, и мы решили добавить. То есть люди не просто делятся впечатлениями, они, грубо говоря, обязаны давать вам обратную связь, да? Чтобы подкорректировали вы, если что, ибо, да? Мы рады абсолютно любой обратной связи, и хорошей, и плохой. Хорошая нас мотивирует, а плохая улучшает наш продукт. Конечно. Когда человек пишет, что он хотел бы видеть что-то другое, мы, конечно, это запоминаем, потом обсуждаем с командой. И если это целесообразно, мы делаем это. То есть игра тоже не сразу вышла, там было много-много прототипов. Это много времени, много средств и человека часов. Но в конечном итоге, я надеюсь, что мы создали хороший продукт, и люди довольны, люди довольны, которые в нее играли. То есть на данный момент обратная связь практически вся положительная, да? И вроде бы никаких таких критичных комментариев не поступает, да? И вы считаете, что можно выпускать в свет? Прекрасно. Да, что радует плохих комментариев очень мало. Ну, не плохих, а точнее, комментарии с улучшениями. С просьбой заработать, да? С улучшениями, да. Так, хорошо, в общем, у вас целая команда. Изначально это дизайнер, художник, поэт и вы. Вы, кстати, за что отвечали? Я... Вы были начальником. Да, я как Иван Маск, я умудрился собрать всех талантливых людей в одну команду. Организатор, но это тоже очень важно, правда? Если говорить так чуть-чуть открыто, идея части моя. То есть именно эту игру и как дизайн-директор, можно сказать, тоже выступал. Ну, в основном всю работу делали ребята из команды. А сейчас ваша команда как-то изменилась, может быть, увеличилась? Она увеличилась. Она увеличилась, в разу увеличилась. Это, как я уже упоминал, мой близкий друг Ибрагим Айбазов. В его команде еще четыре человека. Также компьютерная игра, там еще три человека. Кстати, да, это же совсем вообще другая стезя. Да. Честно, для меня это тоже было открытием, что в Карачаевске развивается это направление. Вот буквально недавно меня пригласили как сценариста в направлении Нардского эпоса, чему я очень рад. Ну, команда постепенно увеличивается, и мы ставим для себя большие высоты. И надеемся, через время мы создадим целое объединение творческих людей, не только в Карачаевске, а во всем КЧР, которые смогут развивать не только игры, а и все остальное. Ну, сейчас у нас флагманский проект, над которым мы долго работаем, это комиксы. Комиксы мы хотим подать проект, социальный проект в феврале, в феврале Мартина СКФО. Они тоже будут на родных языках? Да, на всех четырех языках. Поняла вас, Мурат, но мы, конечно же, тоже вам желаем только творческих успехов, но больше хочется, знаете, нырнуть вот в сам процесс создания игры. Расскажите нам, пожалуйста, о этом процессе, вот буквально все. Вот самого первого этапа, наверное, это идея, да? И вот до самой конечной точки. Да, самый первый этап – это идея. А потом начинается долгая работа над созданием персонажей. И я как историк по образованию, для меня именно историческая достоверность очень важна. Каждый наш персонаж – это не просто картинка, а целая работа команды. И за каждой картинкой стоит целая историческая там энциклопедия. У нас каждый персонаж имеет за собой несколько прототипов. У нас в игре есть персонаж под названием «Знахарь». Он имеет в себе два прототипа. Это мой дядя, который также был травником, и дедушка художника. Также другие персонажи – это исторические личности. Мы берем какие-то отдельные элементы от исторических персонажей. То есть первый этап – это разработка идей, да? Что будет за игра, а потом уже вы приступаете к деталям. То есть, грубо говоря, второй этап, вторая ступенька – это разработка персонажей, да? То есть согласовываете, наверное, с командой. Да, мы… То есть я кидаю идеи. Было бы хорошо, если бы этот персонаж нам высылает шаблон, вот как он может выглядеть. Потом с дизайнером мы обговариваем, что нужно добавить, что нужно убавить. И уже потом шаблон превращается в целую картинку и в конечном итоге в карточку, в новую карточку. И мы… Вот так… Вроде звучит мало, но это занимает очень большое время. Месяц, два, три, иногда даже больше. Вот как с «Монополией» полтора года мы ее разрабатываем, и вот даст плохо скоро. Ну, знаете, на мой взгляд, звучит недостаточно сложно только для тех людей, которые, ну, наверное, не понимают, да, о чем вы говорите. А так любой процесс – это всегда большой труд. И тем более что-то организовать, создать с нуля, да? То есть действительно, когда ты отвечаешь за то, как будет выглядеть персонаж, сколько будет персонажей, в принципе, в этой игре, да? Будут ли какие-то новые правила? Это действительно, вот, от вас все зависит. А расскажите, Мурат, иногда меняются правила или строго оставляете, как все было и предусмотрено изначально? Правила меняются как угодно. Вот буквально… Да, вот вчера мне брат написал, мой близкий человек, отправляет картинку. Мы играли твою игру. Я очень рад этому. И он говорит… А где они ее взяли? У вас попросили? Нет, я ему отправил, как подарок. И он пишет, правда, мы не поняли правила, играли по своим. Я такой, ну, главное, вы собрались с семьей и сыграли. Это самое важное, что собраться с семьей, там, с друзьями и хорошо провести время. Слушайте, а почему они не поняли? Не знаю. То есть вы не вникали, да? Да, даже не позвонил, даже не позвонил, а так, ну, самое главное, они сыграли. Но вы разберитесь все-таки с этим, мало ли, мало ли вдруг что-то непонятно. Я с ним сижусь, мы решим этот вопрос. Хорошо, Мурат, насколько я знаю, вы предоставляете свои настольные игры диаспорам по всей России и даже в ближайшие зарубежья. С кем вам уже удалось, так сказать, посотрудничать? Я отправлял диаспори из Санкт-Петербурга, если не ошибаюсь, или Бурсоид на Неве называется, диаспори в Москву, в КБР, в Ставрополь, близким друзьям Алан Ставрополь, также в другие города, где есть диаспоры. Также я отправлял ее в Кыргызстан, в Турцию, и буквально недавно мне посчастливилось встретиться с историком из Венгрии. Да вы что? Да, на конференции у них присутствовал, им тоже передал игру, и теперь игра есть в Венгрии. И я надеюсь, что в скором будущем игра появится и в Японии. Мы тоже будем на это надеяться. Ну а расскажите все-таки, кто первый выходит на связь, или всегда бывает по-разному? Всегда бывает по-разному, честно. Я человек, который посетил множество форумов, там знакомлюсь с людьми, и когда они говорят, что вот так-то-так-то мы в какой-то диаспоре, я говорю, что все, с меня подарок, и я отправляю им. И бывает, что со мной связываются и другие диаспоры, которые где-то видели или слышали игру, им, естественно, игра предоставляется бесплатно, и, пожалуйста. Ну, проблема вызывает ближнее зарубежье, то есть это и отправка, и бывает, что отправка иногда дороже самой игры в несколько раз, и в такие моменты ты просто отправляешь шаблон. Вот, пожалуйста, распечатайте, играйте, все для вас, все для народа. Кстати, да, как вариант, как вариант, почему бы нет. А вот расскажите, вообще самое первое изначальное предназначение таких игр для ваших студентов, да, они предназначались? Или вот так вот вы и представляли вашу деятельность? Честно, я никогда не думаю, что дойдет до такого. Мы, когда ее разрабатывали, мы просто хотели, чтобы студенты собирались на форумах и играли в свое что-то. То есть они вспоминали своих героев, свою культуру, и, да, это создавалось по большей части для студентов, для студентов, для форумов. Изначально, когда игра только появилась, я сам ее возил, там на форумах раздавал, вот, пожалуйста, играйте, а потом это вылилось во что-то большее. Теперь... Уже полстраны, да, и некоторые страны ваша игра объездила. Что радует. Ну, когда мы начинали, мы думали, ну, просто дай бог 10 игр сможем как-то реализовать. Сейчас цифра идет к сотне, может, даже больше. Я уже перестал считать, честно. Ну, игра развивается, это самое важное. И благодаря этому, благодаря игре, как-то развивается и культура. Хоть маленькими шажками, но из этих маленьких шажков в будущем формируется целое сознание, целого народа. Конечно, конечно, развитие культуры будет обязательно, потому что, как минимум, да, вы говорите на каком-либо конкретном языке, да, какие-то персонажи появляются, о них узнают, да, кто-то точно так же может просто рассказать о игре, да, или там, грубо говоря, у какой-то легенде. Конечно, так и будет развиваться эта культура. Согласна с вами полностью, Мурат. Ну, тогда я вам задам последний вопрос. Есть у вас любимая игра, может быть, у ваших игроков самая популярная, или если она вдруг не входит пока в число тех, которые действительно уже выпущены в свет, то, может быть, какой-нибудь прогноз вы нам дадите, какой будет самая популярная игра? Самая популярная игра, я надеюсь, будет Monopoly, потому что в этой игре мы собрали все то, что... Полтора года в вашей жизни, да, как-никак? Да, полтора года в нашей жизни. Все, что олицетворяет Карачаева-Черкесию. Это и наши курорты, наши родные аулы, камеры в Джигуте. Вот все, что собрали, вот все, что есть в КЧР, мы добавили туда, добавили свою душу. И я надеюсь, что именно эта игра станет самой популярной, потому что она мне безумно нравится, я сам в нее играл как разработчик. Ну, вас, в принципе, можно назвать профессионалом, да, в сфере игр. Если вам так кажется, именно на профессиональный взгляд, да, что она самая интересная, самая такая, вот знаете, интригующая, то будем надеяться, что так и будет. Да. Ну, можно, не знаю, можно ли назвать меня профессионалом. По большей части... Давайте назовем. Спасибо. По большей части наша работа формируется именно из всей команды. Это команда профессионалов. И стоит сказать, что нас очень сильно поддерживают и наши близкие. Меня, например, особенно очень сильно поддерживает сестра, за что ей большое спасибо. Ну, давайте назовем команду профессионалов и команду родственников профессионалов. Давайте, давайте, я согласна, давайте, только за. Мурат, ну, на этой теплой ноте, к сожалению, мы вынуждены с вами попрощаться. К сожалению, да, как я сказала, время наше ограничено. Но в завершении нашей беседы и вообще в это утро пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Нашим телезрителям я хотел бы пожелать, чтобы вы никогда не останавливались. Вы делали маленькие шажки к большой цели. И в конечном итоге эта цель сможет изменить нашу любимую Карачаево-Черкесскую республику в лучшую сторону и нашу планету в более хорошем направлении. И никогда не бойтесь, главное, делайте. Все великое начинается с маленькой идеи. Никогда не бойтесь. Очень мне нравятся ваши пожелания. Спасибо за них и за то, что сегодня были с нами. Спасибо.